всем привет сегодня начинаю проходить игру zelders of scroll 3 morrowind на мой взгляд да и не только на мой конечно же это одна из самых лучших игр в жанре rpg и как всегда без долгих вступлений рассказов начну новую игру они забрали тебя из столичной тюрьмы сначала везли в карете а теперь в лодке на восток в мороу не бойся я слежу за тобой ты был избран проснись почему ты дрожишь ты в порядке проснись стой куда ты но ты и соня как тебя зовут так выбор именем не буду выпендриваться мару но у тебя даже вчерашний шторм не разбудил говорят мы уже приплыли в моровинд нас выпустят это точно выпустят точно глаз даешь я уже смотрю один раз ты кому-то что-то обещал тихо 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 мы прибыли туда где вас выпустят следуйте за мной я думаю что вступительную речь вам лучше сделать как они говорят джуба просто каждый кто играл моровинд а этот человек на играл неоднократно знает наизусть ну что джуб я ухожу вам лучше сделать как они говорят сделаю сделаю братан но мы еще с тобой увидимся да не здесь и не сейчас но мы еще с тобой увидимся друг ну пойдем охрана сейчас самом начале игры я к сожалению не могу взаимодействовать с предметами и нельзя там вот кости украсть нельзя обыскать сундуки и ящики и даже фонарик нельзя стащить ну и поспать соответственно тоже в гамаке в этом прекрасном такие крюки здесь висят надеюсь что на эти крюки джуба не подвесят иду я иду не волнуйся охранник нервничает там остался-то всего один заключенный ничего уже не случится жалко фонарики нельзя стащить сейчас но ничего там будут и получше фонарики более интересное посмотрите наверх на люк и нажмите е чтобы открыть его и позволяет взаимодействовать с объектами и людьми на которых вы смотрите да кстати я заранее давай вылезай на палубу и постарайся вести себя прилично хорошо я понял не торопи меня так вот заранее я в настройках там уже кое-что исправил вот и как видно но это не сейчас будет видно сейчас я выйду уже на наружу чем раньше ты уйдешь тем скорее мы отправимся привет охранник не ждали нам всем не терпится мне тоже смотрят ничего не ждали да не ждали не ждали есть хлеб но его нельзя пока есть лист очень интересный лист ладно все я ухожу давайте не скучайте не пишите не звоните мне я к вам больше не приду вот вот нужное место направляйтесь в долг и вам покажут как пройти в канцелярию я и без тебя знаю я уже столько раз играл эту игру охранник уже третий одни охранники вокруг вот вот почему мне и не только мне нравится играть костями так он не перебивает даже не дает мне рассказать и описать насколько прекрасно и на самом деле красиво и не устаешь вот можно часами играть в эту игру какое все же здесь да не баллада игра у меня без всяких реплейсеров графики текстуров текстуров точнее прости моделек просто олдскул обычная игра единственная конечно же скачал дополнение блогу на трибунал потому что ну ну чтобы была полная игра могу я сюда зайти или нет сейчас нет ну наверное корабль уедет потом уплывет уйдет даже правильнее будет на ротах сказать в дальнее плавание с джубом но мы с ним еще встретимся я его еще увижу так еще один охранник да как то вас много наконец-то вы прибыли да наконец-то но в наших записях не указано откуда я сейчас все тебе расскажу вот интересно что выбор на самом деле не маленький арганианин бретон высокий эльф так арганианин вот такой вот товарищ интересный бретон такая вот у него лысина в общем видимо он мудрый я не знаю высокий эльф но он похож такой на наркомана мне кажется я не знаю имперец понятное дело кто он это вообще лысый лесной эльф хитрый взгляд ну ладно нордлинг нордлинги это вообще такие интересные тоже раса и с ними я встречусь еще будет у меня с ними и конфликты и все остальное орк ну понятное дело редгард вот я на самом деле всегда играл и играю именно за эту расу выбираю темный эльф и хаджид вообще я знаю что хаджид и арганианин это зверорасы и все что я не знаю что они не могут носить шлема если я ошибаюсь и сандали в общем такие они ничего не боятся и нормально я возьму себе редгарда только надо будет сменить лицо потому что вот здесь он какой-то что-то грустный по-моему этот слишком грубый вот этот самый нормальный вроде и прическу нужно ему модную вот здесь две есть нормальные на мой взгляд вот это вот и вот эта прическа но такую я оставлю ладно что у меня сопротивление болезням сопротивление ядом и ярость сбоя вот я в основном для этого именно точнее поэтому всегда редгарда мы играем атлетика секиры дробящее оружие тяжелые доспехи длинные клинки средние доспехи и короткие клинки все на пятерку кроме длинных клинков главная характеристика сила ладно окей замечательно да без сомнения здесь для вас самое место следуйте за мной я даже в этом не сомневаюсь я даже в этом не сомневаюсь с вашим освобождением нет насколько красивая игра вот даже до сих пор и по меркам тех лет когда она вышла сейданин имперская канцелярия вперед он не указывает все еще здорово здравствуй мы ожидали вас вам нужно зарегистрироваться прежде чем вас официально освободят выбирайте сами что указать в бумагах три возможных выбора можно ответить на вопросы создать класс выбрать информацию напрямую выбрать из списка классов и заполнить все анкеты самому создать свой класс я предпочитаю использовать конечно третье но можно и ответить на вопросы там бывают интересные вопросы и возможные варианты ответов на них но вот сначала это и попробую вы натыкаетесь на странного зверя который угодил лапой в капкан судя по тому сколько крови он потерял долго ему не протянуть что вы будете делать итак ответы возможные вытащить кинжал чтобы милосердно прервать его мучения одним ударом использовать растения которые у меня есть чтобы усыпить его не вмешиваться в естественный ход событий однако используйте эту ситуацию использовать эту ситуацию чтобы изучить странное животное которое видите в первый раз в жизни но я я использовал бы наверное растения которые у меня есть чтобы усыпить его хотя ударить одним ударом гораздо было бы наверное быстрее но растения возможно менее болезненно было поэтому я буду использовать растения прекрасный летний день отец предлагает вам выбрать какой работой по дому заняться что вы выберете собрать растения для матери которая готовит обед работать с ним в кузнице отливая железо для нового плуга пойти ловить рыбу с помощью сети и удочки ну я бы наверное все же собрать растения для матери которая готовит обед маме нужно помогать но растения в принципе она смогла бы собрать сама там ничего сложного и тяжелого нет ну я так думаю поэтому я выбираю работать с батей в кузнице нормальная мужская работа для пацана тем более самое то ваш двоюродный брат придумал для вас очень обидное прозвище и что еще хуже он называет вас так перед вашими друзьями вы попросили его прекратить но ему очень нравится видеть как вы краснеете что вы предпримете итак я побью своего брата и скажу ему что если он еще раз назовет вас меня так ему будет еще хуже я придумаю для брата еще более обидное прозвище и буду называть его так пока он не поймет что был неправ или я придумаю историю которая сделает мое прозвище достойным а не унизительным вот на самом деле мне нравится и третий вариант потому что ну оно уже будет и если оно будет достойным а его уже запомнили да и друзья мои то будет очень круто выглядеть очень очень так можно хорошо выкрутиться но двоюродный брат смотря конечно какой там брат но обидное прозвище и будет и называть его так это как-то немного конечно не знаю не самый лучший вариант я бы наверное ему накостылял да я выбираю первое я ему наваляю и скажу что если он еще раз меня так назовет то я ему вообще в общем кукушку сломаю в местной таверне активно обсуждают группу людей которые называются телепаты их наняли короли города государства ходят слухи что эти телепаты могут читать мысли людей и нужны для того чтобы хозяева знали говорят ли им правду как вы к этому отнесетесь это ужасно мысли человека его личное дело и даже у короля нет права вторгаться в сознание другого человека верным подданным короля нечего бояться телепатов необходимо уметь находить наемных убийц и шпионов пока еще не поздно в наши времена это необходимое зло вы не обязаны быть в восторге от этой идеи но у телепатов есть явные преимущества во время войны они нужны чтобы отличать невинных от виновных так но опять-таки есть варианты интересные с одной стороны да я согласен что это ужасно и мысли человека наше личное дело но в наши времена необходимое зло поэтому я выбираю третий вариант в наши времена это необходимое зло вы не обязаны быть в восторге от этой идеи но у телепатов есть явные преимущества во время войны они нужны чтобы отличить невинных от виновных но также нужно не забывать что и врагов-то значит будут телепаты и есть но я выбираю все же вот этот вариант ваша мать посылает вас на рынок со списком того что нужно купить купив все вы обнаруживаете что торговец случайно ошибся в вашу пользу давая вам сдачу что вы сделаете был у меня такой случай не раз и в общем я вернусь в магазин и верну ему деньги объяснив в чем дело я решу потратить эти деньги во благо и куплю что-то что нужно моей семье я прикарманю лишние деньги зная что торговцы очень часто обсчитывают своих покупателей ну вот на самом деле ответ так и да рвется наружу вот этот вот после особенно после слов что торговцы очень часто обсчитывают своих покупателей но так же и мне нравится что можно что-то семье купить но возвращать торговцу деньги ну ладно ладно это Морвинд я даже не знаю что выбрать но запутался но я все же наверное вернусь в магазин и верну ему деньги да выбираю этот вариант вы были на рынке и увидели как вор срезал кошелек у дворянина дворянин заметил это и позвал стражу пытаясь сбежать вор роняет кошелек рядом с вами как ни странно кажется никто не замечает мешочка с деньгами у ваших ног что вы сделаете ну вот опять же ладно я я оставлю кошелек на месте решив что лучше не вмешиваться я подниму кошелек и заберу его себе зная что эти деньги могут помочь моей семье в трудные времена я поднимаю кошелек и позову стражу зная что благородному человеку полагается вернуть деньги их законному владельцу но вот опять третий вариант зная что благородному человеку полагается вернуть деньги их законному владельцу то есть выбирая третий вариант я уже утверждаю то что я благородный человек хорошо мне нравится второй вариант больше Но не первый точно Но также я не благородный человек, поэтому я второй выбираю Хотя до этого был очень схожий вопрос, мне кажется Ну ладно, выбираю второй Ваш отец дает вам задание, которое вы ненавидите всей душой Почистить конюшню Вооружившись вилами, вы идете туда и по дороге встречаете своего друга Который живет по соседству Он предлагает вам сделать за вас эту работу в обмен на услугу в будущем на его усмотрение Что вы ответите? Отказываю, зная, что мой отец хочет, чтобы именно я выполнил эту работу И лучше не быть в долгу Прошу его помочь мне Зная, что два человека могут сделать все гораздо быстрее И соглашаюсь помочь ему с одним заданием на его усмотрение Принимаю его предложение, решив, что если конюшня будет вычищена Какая разница, кто это сделал Нет, точно не два варианта, потому что я не знаю, что конкретно друг мне предложит Поэтому отказываюсь, зная, что мой отец хочет, чтобы именно я выполнил эту работу Ну, в конце концов, конюшню можно, чтобы другой чистил, да Вот, я бы предложил, конечно, сделать, чтобы это мы сделали вдвоем И не платить ему потом в будущем Но, в общем, я выбираю первый вариант, я отказываюсь Ваша мать просит вас починить печь Пока вы работаете, горячая труба заскальзывает со своего места и падает на нее Что вы будете делать? Хватаю горячую трубу и пытаюсь отбросить ее в сторону Отталкиваю мать Встаю между трубой и матерью Ну вот, трубу можно случайно-то и маму откинуть, да? Горячую Отталкиваю маму Интересный вопрос Но маму тоже можно кинуть туда, непонятно куда На стол, там она еще головой ударится Нет, это не прокатит Встаю между трубой и матерью Более подходящий вариант Тем более у меня была там в свое время история одна Поэтому я встаю между трубой и матерью В городе пекарь дает вам сладкий рулет Вы несете его в укромное место, чтобы съесть Но на вас налетает шайка из трех парней вашего возраста Главарь шайки требует, чтобы вы отдали ему рулет Иначе они побьют вас и заберут лакомство сами Что вы предпримете? Без вопросов отдаю ему рулет Зная, что позже я смогу привезти Прости с собой своих друзей И тогда он получит по заслугам Кидаю рулет на землю, наступаю на него И готовлюсь к драке Делаю вид, что собираюсь отдать ему рулет Но в последний момент подкидываю его в воздух Надеюсь, что это отвлечет их ровно настолько Чтобы я успел ударить главаря Вот два варианта, мне последних очень нравятся Но... Но вот этот прям такой Крутой, я не знаю, какой-то брутальный Кидаю рулет на землю Наступаю на него и готовлюсь к драке В общем, короче, пушка, я выбираю этот вариант Входя в город, вы видите хорошо одетого человека Который убегает от толпы Он просит вас о помощи Толпа за его спиной кажется в ярости Что вы будете делать? Отхожу в сторону Рассудив, что лучше не вмешиваться Пропускаю И человека, и толпу Присоединяюсь к толпе, не вникая в подробности происходящего То есть я Просто могу С толпой так же, да, кричать И с топорами и виллами бежать на этого Хорошо одетого человека Или Немедленно спешу на помощь человеку Не вникая в подробности происходящего Но опять же такой вопрос Да, интересный Присоединяться к толпе Ну это вообще, наверное, не самый лучший выбор Отхожу в сторону Или помочь ему Я же не знаю кто Я, наверное, оттуда в сторону И уже Если я узнаю Что случилось конкретно То Имея уже информацию Можно Выбрать ту или иную сторону Согласно моим ответам Мой класс Рыцарь Ничего себе Ну, я думаю, что это не так Но не важно В общем, вот такой вот есть вариант Выбора класса Ответить на вопросы Но я всегда Заполнял все анкеты самому Создавая свой класс Мне кажется Это интереснее Гораздо Итак Имя Авантюри Специализация Боец Я могу выбрать здесь Свою специализацию Точнее Одну из трех Боец Боец Маг Зачарование Изменение Колдовство Восстановление Безоспешный бой Разрушение Иллюзии Мистицизм И алхимия И бродяга Безопасность Акробатика Короткие клинки Торговля Рукопашка Красца Легкие доспехи Меткость И красноречие В общем Мне кажется Что Маг Это Конечно Одна из самых Сложных Специализаций Но При всем при этом Я магом не играл И во всяком случае Сейчас не хочу Пробовать Это делать Бродяга Бродяга Уже Более интересный Но Все же возьму Ту специализацию Которую я во всяком случае Играл И представляю Хотя бы Что то И как что делать Поэтому возьму Бойца себе Главные характеристики Сила И интеллект И опять же Есть выбор И Из Главных характеристик Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Нужно выбрать Естественно Две Тоже ходят споры И Люди Разные советуют Но Я знаю точно Что нужно выбирать Одну Из двух Главных характеристик Это Удачу Вот просто Обязательно Ее в любом случае Брать Влияет на каждое На каждое Мое действие Поэтому Естественно Я беру Ее безоговорочно И Я думаю Сила Сила влияет На ваше начальное здоровье На возможность Переносить Тяжести Мою выносливость И на то Насколько сильно Я бью В рукопашный Интеллект Определяет Мой запас Магии Сила воли Влияет На мою способность Противостоять Магии И на мою Выносливость Ловкость Влияет На мою способность Уворачиваться От атак Метко Поражать Цель И на мою Выносливость Скорость Определяет Насколько я Быстро Могу двигаться Вот Кстати Хорошая Характеристика Потому что В принципе Как и ловкость Я думаю Потому что В Муровинде Есть конечно Возможность Передвигаться На дальние расстояния Да Мы все знаем Каким образом Но Зачастую Приходится Также и пешком Ходить Ну или бегать Имеется ввиду Прыгать И плавать И в общем Скорость Ловкость Я думаю Как и выносливость Кстати говоря Тоже очень нужно Влияет на количество Здоровья Прирастающее При повышении Уровня И ваша выносливость Кстати говоря Вот Прирост уровня Что-то я уже В общем все забыл Да и толком не знал Ладно Привлекательность Определяет Мою способность Договариваться С другими персонажами И на то Насколько я им Нравлюсь Это Было бы наверное Очень круто Для воров Бродяг Мне кажется Да Потому что Договариваться О низких ценах Или вообще В общем где-то Как-то разговаривать Уговаривать А там будут такие миссии В дальнейшем Очень Очень нужно Но я Никогда Привлекательность Не брал И в этот раз Не буду брать Поэтому я возьму Силу Влияет на мое Начальное здоровье Да Сила Главные навыки И тут уже есть Выбор И выбор Между Бойцом Магом И бродягой Я могу из всех этих Так Минутка Выбирать Конечно же Любое Но Вот Всегда здесь были Не то чтобы проблемы А такие Заминки небольшие Я возьму Точно Я возьму Точно Короткие Клинки И возьму Так Так Короткие Клинки Главная Характеристика Скорость Персонажи Обладающие Хорошим Навыком Владения Короткими Клинками Весьма Опасны С короткими Быстрым Так С коротким Быстрым Колющим Оружием Вроде Кинжалов Танта Коротких Мечей Или Вакид Вакид Заси Вакид Заси В общем В любом Случа Беру себе Короткие Клинки Так Где они Короткие Клинки Беру себе Длинные Клинки Длинные Клинки Главная Характеристика Сила Навык Использования Длинных Клинков Позволяет Его Обладателю Умело Пользоваться В бою Палашами Саблями Длинными Мечами Клейморами Катанами И Дай Катанами Я правда Не помню Есть один Меч Он мне Очень нравится Я Когда-то Им играл И очень Долгое Время Вот Кстати Говоря Нужно Будет В это Прохождение В этот Раз Тоже Его найти Но Я не Помню Длинные Клинки Это Или же Минутка И рукопашка Ладно Не могу Найти Вот Хорошо Длинные Клинки Точно Будут Теперь По доспехам Нужно Пройтись Легкие Доспехи В общем Я Не маг Точно И мне Нужны Будут Легкие Доспехи Это Точно И Где Они Осталось Их Только Найти Так Они Вообще Есть Да Есть Легкие И Я себе Возьму Средние Доспехи Так Легкие Доспехи Главная Характеристика Ловкость В общем Я Мне кажется Я вообще В свои Характеристики Еще ни разу Не попал Ну Ладно Навык Легких Доспехов Позволяет Передвигаться И защищаться В легких Гибких Доспехах Таких Как Кожаные И шкуры Меха Хитина И стекла Чтобы с пользой Применять Любой Тип Доспехов Нужно Быть Привычным К нему И иметь Соответствующие Навыки И умения Ну А в общем У меня С этим Вроде как Пока Не очень Складывается Ну Да Неважно Легкие Доспехи Тяжелые Доспехи Мне не нужны Потому что Что Потому что Где они Тяжелые Доспехи Главная Характеристика Выносливость Но даже Если я выбрал Я бы Опять Не попал Навык Ношения Тяжелых Доспехов Используется При Ношении Тяжелых И жестких Типов Доспехов Таких Как Железные Стальные Серебряные Двемерские Эбонитовые И Доэдрические Доспехи Для того Чтобы Эффективно Использовать Любой Тип Доспехов Его Обладатель Должен Быть Соответствующим Образом Тренирован Приспособлен И Обучен Ну Не буду Я их Точно Себе Брать Я возьму Себе Средние Доспехи Главная Характеристика Выносливости Опять Мимо Но Но Навык Использования Средних Доспехов Позволяет Его Обладателю Носить Прочные Но Гибкие Доспехи Такие Как Кольчужный Или Нужен Быть Соответствующим Образом Тренирован Приспособлен И Обучен Ну Это Понятное Дело Будем Искать Тех Кто Будет Нас Обучать И Приспособлять Да Приспособлять Есть Такое Слово Нет Ладно Средние Доспехи Осталось Дробящее Оружие Я его Уберу Кстати Говоря Интересно То Что Главная Характеристика Как раз Таки Здесь Сила Навык Владения Дробящим Оружием Позволяет Вам Более Эффективно Использовать Тяжелое Тупое Оружие Тупое Такое Как Булава Молот Дубинка Или Посох А я Вот Их Как раз Таки Вообще Не Использовал По моему Ни разу Поэтому Несмотря На то Что Главная Характеристика Характеристика У меня Сила Я Не Буду Его Брать А Заменю Я Его На Что Итак Доспехи У меня Есть Клинки У меня Есть Защита Главная Характеристика Ловкость Навык Защиты Позволяет Владеющему Им Использовать В рукопашной Защит Ой В рукопашной Щиты Чтобы блокировать Любые атаки В ближнем бою В случае Успешной Блокировки Щит Принимает На себя Весь Ущерб Ну Кстати Такая Интересная Тема Путевая Кстати Вот Кузнец Главная Характеристика Сила Кузнечный Навык Используется Для поддержания Оружия И доспех В наилучшем Состоянии Изношенное Оружие Наносит Врагу Меньший Вред Изношенная Броня Защищает От атак Хуже По мере Износа Эффект Ухудшения Оружия И доспеха Проявляется Все сильнее Кузнец Нужно будет Обязательно Мне брать Это прям Безоговорочно Но Не сейчас Не сейчас Средние Доспехи Я взял Тяжелые Я брать Не буду Дробящее Оружие Ну Как я уже говорил Ранее Я его даже Не использовал Никогда Длинные клетки У меня есть Секиры Главная Характеристика Сила Навык Обращение Секирами Помогает Персонажу Эффективно Использовать Тяжелое Рубящее Оружие Подобное Топорам Или секирам Но Опять же Я их С собой Не ношу И я их Не использую Тревковое Оружие Не нужно Оно мне Атлетика А вот здесь Уже более Интересно Атлетика И акробатика Как я уже Тоже говорил Ранее Очень пригодится Но Я не буду Его использовать В главных Навыках Я его себе Оставлю И возьму Важных Бездоспешный Бои Главная Характеристика Скорость Навык боя Бездоспехов Позволяет Избегать Урона Вовсе Или Терпеть Его меньше При полном Отсутствии Доспехов Искажая Поглощая Атаки Или Ускользая От них Искушенные В этом Навыке Лучше Защищены Когда на них Нет Никакой Брони Чем Когда Они В доспехах Ну Вот Как-то Странно Но Брать Я это Тоже Не буду Алхимия Вот В это Я вообще Даже Лезть Не буду И тем Более Главная Характеристика Интеллект Восстановление Сила Воли Ну Это Я Скорее Сего Магам Наверное Да Нужно Скорее Сего Мистицизм А Ну Вот Они В магах И Есть Нет Мага Я даже Трогать Не буду Бродяга Рукопашка Главная Характеристика Скорость Навык Рукопашного Боя Позволяет Сражаться Без Оружия Рукопашные Атаки Против Стоящего На ногах Врага Лишь Изматывают Его Но Те же Атаки Когда Противник Валится Без Сознания От усталости Лишают Его Здоровья Вообще Бывают Моменты Когда Рукопашка Рукопашный Бой Очень Нужен Но Нет Спасибо Красноречие Главная Характеристика Привлекательность Ни Привлекательность Ни Красноречие Меня Не Интересует Во всяком Случай В игре Во всяком Случай В игре Торговля Главная Характеристика Привлекательность Навык Торговли Это Искусство Подешевле Купить И Подороже Продать Вообще То Путевая Вещь Этот Навык Гарантирует Низкие Закупочные Цены На товары Снаряжение И услуги И повышает Шансы На заключение Выгодной Сделки Нужно Нужно Очень Нужно Но Я знаю Как минимум Два А то и Возможно Три Момента Или Я бы даже сказал Так Место Или уж Если говорить Другими словами Трех Продавцов Которые Не будут Обращать Внимание На То Как я говорю На мое Красноречие Да И Привлекательность Меткость Главная Характеристика Ловкость Меткий персонаж Лучше всего Управляет С оружием Дальнего Действия Вроде Коротких И длинных Луков Арбалетов Метательных Звезд И ножей Вот Перечисленного Я ничего Тоже не использую Поэтому Я брать Меткость Тебе не буду Короткие Клинки Ну Понятное дело Как и легкие Доспехи Акробатика Так Минутка Че-то я заговорился Опять Я же выбираю Себе главные навыки Да Так Нет 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 Вот Главные навыки Итак Акробатика Главная характеристика Сила Навык Акробатики Позволяет Совершать Длинные прыжки И приземляться Без ущерба С большой высоты Ловкие Акробаты Способны забираться В места Недоступные Прочим А так же Управлять телом В падении А что у нас Насчет атлетики Скорость Навок атлетики Отображает Подготовленность И Тренированность Персонажа Для бега И плавания Хорошие атлеты Передвигаются На короткие Длинные дистанции По суше Достаточно быстро А так же Хорошо плавают В воде Ну как я Уже говорил Атлетику И акробатику Я буду использовать Но не здесь Краса Главная характеристика Ловкость Скрытность Это искусство Перемещаться Незаметно И не слышно Скрытность способствует Так же Карманным кражам Ну Красть и воровать Пока я Поначалу Не собираюсь Хотя на самом деле Если бы я Наверное выиграл Может быть Бродягу Да То Возможно Мне бы пригодилось Ну или бы Если бы я знал Какие-то секреты Безопасность Главная характеристика Интеллект Навык безопасности Позволяет Отпирать запертые Двери и сундуки Отмычками А так же Обезвреживает Ловушки Щупом Этот навык Крайне важен Как для воров Так и для шпионов Я не вор Не шпион Не бродяга И не маг Но пожалуй Я эту характеристику Как раз таки Как бы это странно Не было Возьму Итак Важные навыки Тут сразу Я просто выбираю Первым Акробатику И атлетику Так же Я возьму Себе Вот очень меткость Конечно Мне нравится Но Но пока не буду Брать меткость Бездоспешный бой Рукопаж Ты бой Можно взять Так Минутка Но вот с бездоспешным боем Вот какой-то Подвох Я Не буду брать Алхимия Восстановление Мистицизм Колдовство Иллюзия Изменения Разрушения Зачарования Вообще Вот это мне не нужно Так Краса Карманные кражи Но видимо нет Ладно Рукопажный бой возьму И последнее осталось Защита Кстати говоря Да Возьму я защиту Посмотрим Посмотрим Что из этого выйдет В общем Вот такой вот у меня Получился класс Специализация Боец Главные характеристики У меня Удача И сила Главные навыки Короткие клинки Длинные клинки Средние доспехи Легкие доспехи И безопасность И важные навыки Акробатика и атлетика Кузнец Рукопашный бой И защита Можно даже вести Описание класса Но думаю что Это уже Лишнее Да Я согласен Окей Очень хорошо В письме Которое мы получили ранее Упоминалось о том Что вы Родились Под определенным Знаком Под каким Определенный знак Вот выбор всех этих знаков Атронарх Башня Воин Вор Змея Конь Леди Лорд Любовник Любовник Маг Подмастерье Ритуал И тень Нет ну конь это вообще Да нормально Возничий Увеличение Скорость На 25 пунктов Нет конечно же не конь Конечно же не конь Возьму себе воина Хотя я еще всегда Кого то брал Ритуал Отпугнуть нежить Восстановление здоровья Подарок Мары Это интересно конечно Тень Невидимость Подмастерье Ладно Возьму себе воина Потом уже буду все вспоминать И Да Я родился под знаком Война Интересно Теперь перед тем Как я поставлю Печать на эти бумаги Подтвердите Правильность Информации Имя Мару Рассередгард Класс Авантюрист Знак Воин Так Сила 60 Интеллект 30 Здоровье 55 Ярость Боя Характеристики Сопротивления Болезням Сопротивление Ядам 75 75 И Боевой Раш Увеличить атаку 10 пунктов Красноречие у меня В общем И торговля у меня На пятерке Ладно Прирост уровня Тоже очень интересная тематика И В общем В ней я Не разобрался Буду по пути Уже по ходу Там На своих ошибках Разбираться Посмотрим Ладно Окей Да Все путем Теперь у меня есть Меню Параметров Где я всегда могу Посмотреть информацию Касающуюся Меня Щелкните Правой кнопкой Чтобы Воспользоваться Вашим меню Когда закончите Нажмите ее еще раз Чтобы убрать меню Не понял Когда Выйдите отсюда Покажите Ваши бумаги Капитану Чтобы Получить Пособие Так Минутка Чтобы прочитать бумаги Наведитесь На их изображении Нажмите Е Чтобы забрать их Нажмите Выберите Взять Так Я не понял Немножко Дальше вы не пройдете Пока не получите бумаги Возьмите ваши бумаги Так Сейчас возьму бумаги Подожди Кстати говоря Вот мой внешний вид Вот так вот я выгляжу Ну пока на мне Какая-то Это даже не тюремная роба Ну да Короче роба Какого-то раба Непонятного Ладно Не важно Ладно И что теперь Так Минутка А где А где Я не могу найти Где менюшка С Моим Рюкзаком Где вообще Все мои вещи Так Уютненько Очень атмосферно И вообще Это музыка И все здесь Абсолютно все Мне нравится Справка Возьмите ваши бумаги Со стола И идите Капитану Другого Щелкните Правой кнопкой Вы можете Перемечать Объекты Из окружающего мира В меню Снаряжения Щелчком мыши Готово Вот я понял Все Так В принципе Ну тогда Не подходи Ко мне Близко Лучше Так Старый Я взял бумаги Но я сейчас Кое что сделаю Так Нужно вспомнить Так Поудобнее устроиться Главное Вот Давай беги Беги Что ты делаешь Сейчас ты можешь уйти Но когда ты освободишься За подобные вещи Тебя снова арестуют В общем Я попытался Украсть Ну и украл Как бы на несколько секунд Вот эту вот Тарелку Убеждение на него не действует На Ганиэля И естественно Меня за кражу За любую кражу Воровство Здесь Можно получить По заднице Вот И хило Можно откупиться А иногда могут И вообще Закрыть На реальный срок Ладно прощание Я тебя все понял Вот И еще Кстати говоря Если тебя Если не ошибаюсь Сажают в тюрьму Или же Вот ты Оплачиваешь штраф То Все То что ты украл У тебя изымают Нужно будет Потом посмотреть В дальнейшем В дальнейшем Будет ясно Но Сейчас Сейчас Вот этого конечно же Корыта Роскошного нет Здесь Но оно Вот здесь есть Вот оно Да И сейчас Когда я его возьму Снова Несмотря на то Что казалось бы Да Ну Я его уже Один раз Украл Там И Меня даже Оштрафовали бы Если бы у меня Были деньги Вот Но сейчас Ничего не произойдет А тем не менее Оно стоит 650 Золотых И вот оно У меня И отношения У них Вот к примеру Я подошел К охраннику А я забыл Что я Без одежды Так скажем И он мне кричит Прикройся Ты с ума сошел Совсем стыд потерял Да Не волнуйся Сейчас прикройся А ты еще скажешь Что я хочу В общем Отношение У них Ко мне Не изменилось Вот Что радует А Корыто Это Или тарелка Или что там Это Алибастровое блюдо Вообще-то На секундочку Оно у меня И стоит оно Как я уже ранее говорил 650 Золотых Это очень Неплохие деньги Для начала Очень Хорошо Я прикрылся Я иду Сразу же Закрываем дверь Потому что Мы здесь будем Сейчас опять Шерстить Вы должны Научиться Драться Возьмите Кинжал со стола С помощью клавиши Е Бойцовский клуб Чтобы вооружиться Кинжалом Перетащите его Мышью На свое изображение В меню Снаряжения Нажмите Ф Чтобы достать Оружие Когда оружие Будет на готове Зажмите Левую клавишу Мыши Чем дольше Удерживаете Тем сильнее удар А затем Отпустите ее Чем сильнее Вы бьете Тем больше Урона Наносите Но и запас сил Истощается Быстрее Так Ф Можно конечно Попробовать Вот этому По его Серебряной шапке Настучать Но Не знаю Сомнительное Мероприятие Поэтому оставим Его в покое А деда вообще Не надо трогать Он в принципе Свой мужик Ладно Нужно изменить Единственное Что мне будет Это конечно Достать Оружие Обнажить оружие Серебряный Подсвечник Светильники И факелы Экипируются Через меню Снаряжения Светильники И факелы Используются Ограниченное Количество Времени После чего Потухают Это все К чему К тому Что я могу Использовать Так Кинжал Я наверное Уберу И вот я себе Вроде как И подсвечиваю Путь Правильно Заберем Хлеб Чтобы съесть Что-нибудь Перетащите Это мышью На изображение Персонажа В меню Снаряжения Пища Имеет Различные Свойства Одни Ингредиенты Полезны Другие Могут Навредить Я думаю Что хлеб Не навредит Бумажка Обычная Простая Бумага Папирус И кстати Говоря Она стоит Три Золотых Корзина Корзина Пригодится Все это Мне нужно Для чего Для того Чтобы продать Да Три Золотых Серебряный Кувшин Забираю Все Вилки Ножи А Это Отмычка Отмычки Экипируются Через меню Снаряжения Попробуйте Взломать Замок Маленького Сундучка На полке Сейчас Попробую И кстати Говоря У меня Вроде Же Было Там Да Что-то 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 Такое Что Мне Позволит Просто С легкостью Взломать Это Местный Напиток Действует Как зелье Чтобы Выпить Зелье Воспользуйтесь Меню Снаряжения Записка Хрискар Ты не думаешь Будто я Забыл Про Наши Пари К утру Мне нужен Этот кинжал Острым Как Волчий Коготь Ганциэль Слушай Ганциэль Твой Коготь Острый И кинжал Письма Книги И свитки Можно читать Через меню Снаряжения Перетаскивая Их На куклу Персонажа В общем Я стащил И нож И записку И коготь Корзинка Вот Кстати Есть Удобная Клавиша С помощью Которой Я могу Забрать Все сразу Поэтому Я это Сделаю Да Все тарелки Я просто Буду тырить Есть вот такая Свечка Кстати говоря Возьмем Ко его Штаны Снял Я Штаны Снял Почему Вот Вот Теперь У меня Одна Свечка И Пусть Я без Штанов Но У меня Есть Свечка Металлический Коп Можно Выбить Кстати говоря Бутылки И банки Все это Пойдет В продажу В общем Я Юный Клерк И пусть Я не такой Юный И не Клерк Но Я продам Все А вот И сундучок И вот Отмычка Для него Как А Все Взлом Не удался Ну Тут Не с первого Раза И кстати говоря Над отмычкой Вот сейчас я смогу Мышкой я укажу Слева Отмычка Подмастерия Зарядов 23 Качество 1.00 Вес 0.3 И цена 10 Суть в том Что Она в общем Тратится И кстати говоря У меня Получилось Не сразу Но получилось Золото Я забрал Стащил Золото Астрология Очень интересно Но А тут про всех И написано Я то выбрал себе Кого Война Созвездие Хранителя Он защищает Своих подданных Во время Своего сезона От месяца Первого цвета До месяца Сева Его подданные Это леди Конь И лорд Рожденные По знаком Война Хорошо владеют Всеми видами Оружия Но обладают Вспыльчивой натурой Да Это про моего персонажа Кстати говоря Книгу можно взять Потому что Что Потому что Она стоит 40 золотых Так Прочная Дверь Под аркой И вот Зайдя Под прочную Дверь Под арку Я начинаю Здесь забирать Абсолютно Все А вот и Факел Я могу Его тоже Носить В руках Одна рука У меня Будет занята Но факелом Я себе Смогу Освещать Путь Бутылки Банки Склянки Все Абсолютно Собираю Мне это Пригодится Потому что Мне нужны Деньги Поначалу Они нужны Как никогда Купить Доспехи Да Меч Щит И все Остальное Спальник Кстати говоря Я могу Поспать В общественных Зданиях Можно использовать Кровать Для отдыха Чтобы отдохнуть Вне города Нажмите Т В общественных Зданиях А вообще Я помню Что не всегда И не везде Можно использовать Отдых Шестнадцатый Месяц Урожая День первый Один час Можно поспать Поспали И хорошо Вроде все Взял Самое главное Что я Здесь Все Стащил Вроде Да Идем Дальше Да Прекрасное Прекрасное Утро Прекрасный День В Морвенде Теперь у вас Есть меню Карты Оно показывает Название Местности В которой Вы находитесь И то В каком направлении Вы смотрите Лицом Феноменально Это радует Это не может Не радовать Наконец-таки Мои любимые Фонарики У меня прям Слабость какая-то В этих фонариях Корзина Забираю Буду Забираю Вот это Интересное Гравированное Кольцо Исцеления Эффект При использовании Восстанавливает Здоровье У вас есть Меню магии Где вы можете Видеть все ваши Способности Все ваши Способности Наверное Да Заклинания И магические Предметы Да могу Как и для других Меню Щелкните правой Кнопкой мыши Чтобы использовать Это новое Меню Щелкните на Заклинание Или магический Предмет Которое Вы хотите Сделать Активным Нажмите Р Чтобы приготовить Вашу Активную Магию А затем Щелкните Чтобы использовать Так Минутка Нет Подожди Слишком большая Карта Так Немного Странно В общем Придется мне Подвинуться Так скажем Вот Я наверное Вот так Сделаю Все это Дело А все Что связано С магией Я на Минималочку Вниз Карту Я вниз Пущу Надо было Вспомнить Конечно Как я Как я сделал Когда Играл Давно Очень у меня Было В свое время Интересно Так Не понял Почему Я не могу Увеличить А Это максималка Это максималка Тогда я Вниз Вниз Сюда Наверное Куда А карту Наоборот Побольше Потому что Пригодится мне Еще этот момент И не раз Надо будет Поудобнее Все Потому что Со временем Уже с дальнейшим Прохождением Я Конечно Привыкну И уже буду Шарить Так Хорошо Примерно Как-то Так Пока Не очень Удобно Ну ладно У меня же Есть еще Мини-мэп Снизу Справа Справа Нажмите Е Чтобы поговорить С капитаном Вы можете Выбирать Темы Которые Вас интересуют Не пытайтесь Давить на него Если вы Сделаете Это неумело Он просто Станет Хуже К вам Относиться А вот Он стоит Капитан Кстати Я еще Кое-что Помню Сейчас На всякий Случай На всякий Случай Я уберу Факел Из рук И вообще Действительно Одену Штаны Как-то Может быть В них Будет Поудачнее Вот Это твоя Последняя Гража Так 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 Нет Нет У меня Аж Получалось Это У меня Это Получалось Ну Ладно Ничего Страшного Попробуем Так Ладно Держите Его Держите Меня Так Хорошо Ключик Я Потерял Это Плохо Да Здравствуй Капитан Здравствуй Сейчас Сижу Попробуем Сделать Немножко По-другому Даже Не Сейчас Я Забыл Что Можно А мне Могу Сохраниться Нет Продолжайте Я Не Могу Сохранить Сейчас Игру Это Плохо Ладно Капитан Давай Поговорим С тобой Давай С тобой Пообщаемся Для Начала Дай Мне Посмотреть Твое Удостоверение Личности Спасибо Слухи О твоем Прибытии Я услышал Только Вчера Меня Зовут Селус Гравиус Но Моя Биография Не Имеет Значения Я Здесь Чтобы Поприветствовать Тебя И Пригласить Морвинд Да Вы В Морвинде Я Не Могу Сказать Почему Вы Здесь Или Почему Вас Отпустили Из О ваших Заданиях Указания От Императора Поэтому Будьте Внимательны Так Справка Освобождение Предмет Переданным Задание Этот сверток Прибыл Вместе С Известием О твоем Приходе Ты должен Отнести Его Каю Касадасу В город Балмора Иди В трактир Южная Стена И спроси Там Кая Касадаса Тебе Скажут Где Его Найти Слухи А Служи Ему Прости Служи Ему Как Самому Императору У меня Также Есть Для Тебя Письмо И платеж На Твое Имя Мой Дневник Дополнил Направление Каю Касадасу Пакет Для Кая Касадаса И 87 Золотых Балмора Балмора Так Продолжить Балмора К северу От Сейданин Сейданин Кстати Говоря Это Город Куда Я Мимо Пелагеида И Форта Пелагеад Пересеките Ущелье Дальше Дорога Идет Мимо Форта Лунной Бабочки А потом Разворачивает На запад Через реку Адай И приводит К Балморе Трактир Южная Стена Расположен В юго-восточном Районе Балморы На Восточном Берегу Реки Если Хотите Узнать Точнее Поговорите С Разведчиком Эллан В Трактире Примите Мой совет Езжайте На Сил Страйдере Быстро Дешево Безопасно Перейдите Через мост И идите На восток Ну в общем Отлично Ты мне рассказал Я не до конца Понял Но Ладно Разберусь Немаленький Мальчик Нажмите Джей Для Просмотра Вашего Дневника И всех Диалогов Возможно Вам следует Посетить Трактир Арила Слева От вас Теперь Вы сами По себе Удачи Ну вот Что это было Вот в принципе И начало Игры Этой прекрасной И лучшей РПГ Игры Наверное За все время Это вот Сейданин Маленький городок С которого Все и начинается С которого я и начну Свой путь Да Сейчас послушаем Подожди Но На сегодня Все Я Вообще Видео Планировал По 30 минут Делать Но сейчас Уже около Часа Наверное Играю Как я уже Говорил Время за этой Игрой Просто летит Незаметно В общем Такая вот Первая серия Вышла Спасибо за просмотр Увидимся В следующий раз Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому